Гвоздь этой программы полигональные лошади. Странеги считают каждую копейку инсталляцию под 30 тысяч евро. Сочли излишне дорогой. А ведь не только раскритиковали, но и нашли альтернативу. Такие же на вид скульптуры, сделанные в Украине, стоят всего 5 тысяч долларов. Это в три раза дешевле, чем наши. А доставят такие за две недели. Нам очень хотелось узнать, кто же все-таки стоит за закупкой скандальных экспонатов. Кто принимал, кто заказывал, кто утверждал. В Министерстве культуры сообщили, что отношения они к этому не имеют категорически, но все же уточнили, что лошадей ждали побольше. В Министерстве культуры нас перенаправили в гострой. Мол, именно они полностью ответственны за реконструкцию, в том числе экспонаты. В самом органе с этим не согласны. Я звонил в Министерство культуры, там сказали, что за лошади... Я отвечаю на инсталляция, извините, мы расскажем только по строительству только. Круг замкнулся. Найти новые зацепки мы попытались у директора музея. Человек он новый, всего пару месяцев на этой должности. Хотя, вдруг он знает что-то важное. Он-то должен был проверять, что принимает под свою ответственность. Но ничего, кроме намеков, мы не добились. Читайте постановление правительства, там все написано, постановление правительства. Их вышло только пять постановлений. Конструкция заняла три месяца, трех человек. Во времена премьерства трех человек. Вы что хотите услышать от меня? Началась премьера Савиева. Посмотрим на постановление. Вот одно из них. Это распоряжение на тот момент главы правительства Сорунбая Джейнбекова. Где тот дает Минфину поручение изыскать средства по составленной гостроем смете и распоряжается создать конкурсную комиссию вместо того, чтобы проводить тендер. Притом постановление этих двух с разницей в неделю. В первом формулировка звучит так. Во втором фразу в соответствии с законодательством из текста выбрасывают. Ситуация с музеем напоминает тонущее судно, откуда спрыгивают все. Но на каждом корабле есть свой капитан. И на этом тоже должен быть. Но только кто он? Немного разобраться нам помог генеральный подрядчик. Работала комиссия целая. Со всех министерств и ведомств. В основном заказывала министерство культуры, музей, работник музея. Напомним, свои услуги по консультации немецкие дизайнеры оценили почти в 400 тысяч евро. Они же выбирали мебель и разрабатывали концепцию. По информации подрядчиков, тесно работала с немцами министерства культуры. А председателем комиссии являлся заместитель главы гастроя. Смету принимали всем правительством. Мы заключили договор где-то 13 или 14 мая. Но кто там принимал какое решение, мы далеки от политики. Мы строители, только умеем работать. Как добавляет Миндеев, реконструкция обошлась дорого из-за импортных товаров. Стекло привозили из России, мебель из Германии и Италии. Немецкая сторона контролировала работу и давала письменные рекомендации. Последних, к слову, набралось на целую папку. Но все же итог устроил не всех. Гимдер алкальтер. Кто виновен в большей степени и есть ли вообще за что винить, разберутся органы. Мы же попытались собрать все факты в одну корзину. Канадры Скулов, Манас Бакешев и Рустим Раимбеков. Телеканал Апрель.